Всем привет! С последнего видео по приватному серверу Geometry Dash 2.2 прошло немало немного, целых полтора года. Поэтому спустя такое огромное количество времени, вместе с вами я сейчас поиграю в эту игру. Ну, хотя я бы не назвал это отдельной игрой. Скорее, просто как отдельный сервер. Ну а что насчет оригинальной гдшки, которую сделал робтоп, когда там уже обновление? Geometry Dash обновляется, а значит и вам стоит обновить свое устройство для наиболее приятного и плавного опыта. У моих друзей из Технодеус как раз большой выбор гаджетов с высокой герцовкой экрана. Например, офигенный игровой Nubia Red Magic 8 Pro с частотой обновления экрана 120 герц. Вы представляете, как в ГД станет проще играть? Плюсы Технодеуса. Гарантия на все девайсы. Быстрая доставка по всей стране. Только новая и оригинальная продукция, до которой еще не дотрагивался палец человека. Ссылка на сайт в описании, заходите. В общем, давайте зайдем, поиграем в какой-нибудь эпик, давайте один из последних. Например, Кичи от Фобика. Так, поехали. Так, ну пока... Ух ты. Я только хотел сказать, что пока что выглядит как обычный уровень, но вы посмотрите на это. Вы посмотрите на эти эффекты, но у меня еще... Так, где это? Где эта штука? Подождите, где можно выключить Smooth Fix? А, вот же он. Так, этот уровень с сложностью Hard 5 звезд. Оценка Epic. Сразу же видно по декорациям. Но мне нравится. Мне нравятся эффекты увеличения блоков. Эффект приближения был один раз. SwingCopter. У него отдельный желтый портал. Ну, выглядит красиво. Выглядит очень красиво. Снова SwingCopter. И на этот раз здесь... О, режим свободного полета и еще и уменьшение. Это кайф. Это кайф. Уровень закончен. Уровень завершен. Вот такая вот концовочка из бумажных самолетик. Так, еще один Hard Level. Тоже Epic. Давайте заценим. Так, я куда-то улетел в самом начале. Вот такой вот ночной стиль. Выглядит тоже вполне неплохо. Тоже... Как этот стиль называется? Material? Или как-то по-другому? Ну, похоже на Material. Так, и это все, да? Ну, лавел был не особо длинным. 47 секунд всего длится. Да и не заметил я тут никаких практически необычных фич. Все довольно стандартно. Единственное, декор, да? Декор здесь хороший. Единственное, давайте сейчас поставлю иконки, которые у меня были. А какие у меня были, я уже не помню. Блин, прикольно, что тут можно листать, например, сразу в конец, а не только по стрелочкам. И чтобы поставить цвет, здесь есть такая палитра. Ооо, ух ты. Тут можно отдельно поставить первый, второй цвет, но это понятно. И Glow. Можно отдельно поставить цвет Glow. Серьезно? Такого в оригинальной ГДшке, если не ошибаюсь, не было. Смотрите, черная обводка. Так, давайте пройдем какой-то лавел в режиме платформера. Теперь за них даются вот такие синие луны. А здесь показываются звезды, ладно. Что значит плат? Это означает, что длительность уровня, она не ограничена. То есть я могу стоять и... Ну, по факту, лавел от этого будет длиться дольше. Ну, в зависимости от того, за сколько я пройду этот лавел. Я могу заспидранить, я могу просто стоять. И... Ну, время разное будет, вы понимаете. Так, ну здесь я сохранился, это понятно. Ладно, давайте пойдем направо. И чтобы собрать монетку, мне нужно собрать ключик. Так, а это прикольно. Собрал. Ай, стоп. А я до него не допрыгиваю, подождите. Нет, я до него допрыгиваю. Что я сделал сейчас? Так, подождите, а ключик у меня сохранился? Ключик у меня не сохранился, ладно. Ладно, забью на ключик. Ну, если честно, пока что не особо что-то интересное. Так, а здесь тайминги. Забрал ключик и могу снова опуститься. Так, и что теперь? И что теперь? Подождите, я не понял. Теперь я могу пойти сюда. Что я сделал? Теперь мне нужно наверх, наверх, наверх. И... Пережидаем. Ну, похожие штуки я, кстати, видел в Сонике. Или в подобных 2D играх. Я думаю, вы понимаете, о чем я. А, я же сохранился. Я уже хотел было начать возмущаться, но нет. Так, а это что такое? Так, ну что-то подобное я уже видел. А меня оно здесь подталкивает. Ладно. Это было очень эффектно и красиво. На тебе, говорит. Это... Вертушка. Еще один лавел в режиме платформера. Надеюсь, будет что-то годное. Но тут уже есть декор, как минимум. Это уже не в 1.0. В стиле ежи, который ползет. Который... Ясно. Я забыл музыку скачать. Ясно. Ни о чем название не говорит. Но сейчас услышим. Надеюсь, будет... Все, началась. Началась. Что-то пролетело непонятно. XO, XO. Это счетчик монет. Насколько я понимаю. А что, я могу его убивать? Так, и что происходит? Все, пробрался. Пробрался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На каждом шагу меня поджидает какая-то опасность. И я к этому не особо приспособлен. А, мне невозможно через эту штуку перепрыгнуть. Мне нужно просто быстрее подниматься. Пока она до меня не добралась. Я все понял. Ладно, это не очень интересно. А интересно вот что. Хард демон. Но он не в режиме платформера. Поэтому мне интересно, что тут будет интересного. И уже с самого начала я вижу интересный глич эффект. Который очень-очень красиво смотрится здесь. А это музыка Крео. Музыка Крео. Уже даже подзабыл, где я ее слышал. Давайте сыграю в Practice Mod. Потреню. А потом, поиграю с нуля. Скажу свое мнение об этом уровне. Хотя нет, давайте попробую пройти с нуля. Не тренируя по этому уровню в практике. Мне кажется, так будет намного интереснее. Намного сложнее. А то, наверное, это будет слишком просто. Да и заодно отреагирую на моменты, которые меня заинтересуют. Если таковые будут. Смотрите, смотрите, тайминги здесь. Они вроде не сложные, но примерно на сложность хард-демона, кстати, они и тянут. Поехали. 21%. Стоп, 21%? Ну, я заметил, что здесь уровни довольно короткие. Это же не основной сервер. Приватный здесь. Намного меньше. Здесь намного меньше критерий для того, чтобы уровни оценили. Но по сравнению с тем, что было раньше, критерии и скилл креаторов, которые сидят в этом приватном сервере, очень сильно улучшились. То есть здесь реально оценивают уровни, которые выглядят очень красиво. И те уровни, которые в большой вероятности оценили бы и в оригинальной ГДшке. Так. Хорошо. Хорошо, но мне все равно немного непривычно из-за того, что я играю немного на другом FPS, нежели к тому, на котором я привык. Встречаются небольшие подлаги, небольшие... Ну, не могу это назвать фризами. Ну, в общем, мне немного непривычно. А, до меня только сейчас доперло то, что проход, проход здесь темного цвета. А мне показалось, что это блоки. Мне наоборот казалось, что проходы это все остальное, кроме того темного пространства. Найд, 31%, пройдена одна треть, только я практически не продвинулся, только потратил очень много попыток, сливаясь в начале дропа. Ну, хотя прошел вейп, но там всего два клика. Там, насколько я понял, этот декор и этот глич эффект, они будут на протяжении всего уровня, и ничего кроме геймплея здесь меняться особо не будет. Ой, что-то интересное, здесь очень много каких-то странных эффектов, как будто я превратился в шизофреника. Изменение цветов резкие. И стрейтфлай в конце, да? Стрейтфлай в конце, и это все. Давайте я еще потренирую. Я еще проведу какое-то время на этом уровне, и вы увидите победную попытку, скорее всего, потому что не знаю, что еще можно сказать об этом уровне. О, 37, неплохо. Но, как я уже и сказал, я сейчас потренирую в практике. Нет, 80%. Ну за что? Там уже самое легкое практически оставалось. Да и там, где я слился, тоже очень простое место. В следующий раз я точно должен флюкнуть до конца. Обязан флюкнуть до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Прошел. Е! Пройдено! 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 С монеткой! Мой первый демон на этой платформе! Очень много попыток, на самом-то деле. но я уже объяснил по каким по понятным причинам так что за и винт в за тыс он ливи был in the full version of geometry dash 2.2 а то есть 2.2 это будет доступно варду и синка your going one does not simply walk into the map first you must complete the tower а я помню я помню эта штука эта штука из сникпика gd 2.2 кстати есть здесь свои моппаки со своими уровнями что довольно таки необычно если хотите могу попроходить моппаки в одном из будущих видео по этой платформе поэтому приватному серверу и последний левел который я хотел бы пройти называется error с просто охранительным треком его я видел на канале nexus и возможно еще на каналах каких-то других шоукейсеров но когда я играл у него вернее когда я смотрел этот первый раз мне он дико зашел поэтому я хочу его пройти собственно говоря своими силами своими руками у а это одна из самых моих любимых частей вообще здесь все оригинально здесь все выполнено просто на высшем уровне и это наверное один из моих любимых на этом приватном сервере смотря на такое даже сложно представить что будет в обновлении 2.2 какие шедевры люди будут строить в будущем подождите я не могу понять у меня какие-то баги начали происходить сначала практике теперь в нормале у меня ничего абсолютно не отображается я не понял ну в другом уровне все нормально здесь что-то случилось у меня в практике подождите здесь что-то случилось у меня в практике и все вы полностью забагался я не знаю что теперь делать такая лдм поможет что происходит ладно на этом можно заканчивать всем спасибо за просмотр ставьте лайк и пишите в комментариях если хотите чтобы я сыграл уровни на этом приватном сервере которые вы сделали для меня с припиской dolfi также предлагайте абсолютно любые креативные хорошие уровни которые вы хотите чтобы я сыграл в отдельном видео а с вами был dolfi всем пока